Всем привет, с вами Минеральный, и сегодня мы продолжаем с вами выживание в зомби-апокалипсисе 100 дней. Ну а перед тем, как начать очередной ролик, я напомню вам, чтобы вы подписались на канал, поставили лайки, конечно же, нажали на колокольчик, ну а мы начинаем. И как вы помните, с прошлой серии мы оказались в очень щекотливой ситуации, потому что вот там очень много зомби, и они хотят все меня схавать, а вот там у нас есть спавнер, с которого они выпадают постоянно, и что с ним делать, я тоже не знаю, но я думаю, скорее всего, нам нужно просто туда пробраться и уничтожить его. Пока эти зомби где-то там тусуются внизу, надеюсь, они не смогут вот сюда забраться, иначе это будет катастрофа. Конечно, жалко, что у меня нет парашюта, очень хотелось бы его приобрести, где тут торговец с парашютами, видимо, нету. И давайте попробуем вот таким вот нехитрым и несложным, но очень сложным, все-таки хитрым способом пытаться пробраться. Так, вроде никто пока здесь не спавнится, и это отлично. И, кстати, у меня же, по-моему, было ведро воды, да, и оно нам сейчас должно помочь. Надеюсь, зомби плавать не умеют, и они не смогут забраться по той речке, которую я сейчас запущу. Ух, все потекло, потекло, все потушило, все, что там было, если там вообще что-то было. Но течет оно реально как водопад, вы только послушайте. Умиротворяюще, прямо так хочется здесь остаться, расслабиться, разлечься тут на своей кроватке, которую я сейчас поставлю. А спать я на ней не могу, потому что мы не на багамах все-таки. И давайте будем опускаться. Ой-ой-ой, я еще себя задамажил, что ли? Так, ломаем этот спавнер, он нам не нужен. Все, теперь зомби здесь не должны появляться. Теперь следующая миссия, уничтожить вот этих зомби. Забираем ведро водички, оно нам еще пригодится. Водопадик, так сказать, сломали. И давайте теперь будем потихоньку опускаться к зомбям. Пускай подходят ко мне, я их так уничтожу. Ой-ой-ой, они меня начинают дамажить. Вы что, лесенкой, что ли, строитесь, забираетесь ко мне? Ай-яй-яй, что так больно-то? Беспредельщики, ё-моё! Ой-ой-ой, надо подниматься, надо подниматься. Почему это так происходит? Вы что там делаете? А, теперь я до них не могу достать. Но они прыгают, слушайте, очень высоко. Странно, что это здесь? В этой локации притяжения меньше или что-то такое? Я придумал, а давайте мы их убьем с лука, почему бы нет? Правда, это будет очень долго, но эффективно во всяком случае. Нет, ну это реально долго, это скучно же. Ладно, поем рагу, почему бы нет? Постреляю в зомби, посмотрю на прекрасный лес, посмотрю на прекрасные бочки красные, выстрелю в них, пойму, что это неэффективно, и начну стрелять дальше в зомби. Красота просто! Ну погодите, я так все стрелы потрачу, их и так уже половина потратилась, это очень много. Давайте, прыгайте выше, я вас буду так уничтожать. И вроде, кстати, получается, и это замечательно. Правда, вот страшно то, что день у нас, скорее всего, скоро закончится, а я так и не перебил всех в зомби, и не посмотрел, что находится в этом здании. И это грустенько. А самый угар в том, что я вот немножко вот так вот сделаю вниз, и они уже начинают меня дамажить, ё-моё, ну ничего, я так... Если вы меня поняли, вы молодцы, а я сам себя не понял. Нет, ну я такого сопротивления вообще нигде не видел. Не в одном из городов, во всяком случае, но вот только в том ущелье, из которого мы ели как вообще унесли ноги в прошлой серии. О, уже лучше, осталось парочку зомби уничтожить. Ай-яй-яй, вон ещё и меня и столкнул. Вот это подстава, конечно, была. Так, ладненько, забрали весь опыт, вроде нигде не видно никаких зомби. И в домике они тоже не прячутся, этот сундучок мы уже залутали. Так, ладно. Что у нас здесь ещё есть? Палаточку мы ещё не заходили, вроде как. Так, смотрим, здесь простой сундучок. А, нет, заходили, кстати. Здесь же точно ничего не было. И камера до сих пор на меня смотрит, бестолковая, бесполезная. Так, и что... Ааа, здесь у нас ещё один спавнер есть. Чёрт возьми. Как я был неосторожен, что я его не заметил. Хотя я ведь сюда не заходил. Как я мог его заметить? Было бы очень эффективно с моей стороны. Ага. И здесь лежит карточка. Пропуск в той двери, которую я сломал. Замечательно. Оказывается, здесь лежал пропуск. И больше здесь ничего нет, серьёзно. Ну, просто чел какой-то лежит, сидит, стоит, висит. И уже наступает ночь. Как замечательно. Как я и говорил, я бил зомби до последнего, пока не наступила ночь. Так что ложим здесь кроватку рядом с остальными кроватками и спим. И зомби даже спавниться не успели. У-ху-ху, как же мне повезло. Какой-то этот пункт оказался бесполезный. Здесь же реально ничего нету. Конечно, он красиво выглядит. Можно его как базу использовать, возможно. Если где-нибудь здесь есть водоёмчик и где-нибудь здесь есть шахта. Ну, шахту мы можем и так прокопать и найти. Вот, например, отличная шахта. Давайте даже попробуем в неё прогуляться. Если я по ней не гулял, я вроде по ней гулял. Так что, зачем я сюда пошёл? Ну и самое главное, здесь тоже нету зомби. И шахта достаточно большая. Прикольно. И что? Мистер Хрю, ты что тут делаешь? Почему ты тут один в шахте стоишь? Ты даже не шевелишься, ты статуя. А нет, он шевелится, он живой. Замечательно. Будем знать, что в этой шахте у нас живёт Мистер Хрю. Видимо, он убил всех зомби в этой шахте. Поэтому здесь, собственно, никого и нету. Вот, обудем железо, почему бы нет? Оно нам пригодится в любом случае. Как говорится, железо лишним не бывает. Никто так не говорит, но Мистер Хрю, охраняй дальше. Ха-ха. Вы думали, я его убить хочу, да? Я тоже думал. Ладненько, как вы понимаете, нам осталось найти где-то в окрестности озера. Было бы замечательно, и тогда мы сможем спокойно здесь устроить себе челаут, так сказать. А, кстати, и эта шахта тоже здесь находится в шаговой доступности. Главное её как-то зачистить. Ну-ка, зомби там до сих пор с бешеной силой спавнятся. Эй, алло, здорово. Ты что, ко мне бежишь, обнимашки хочешь? Нет, я с собой обниматься не буду. Кстати, очень быстро хочешь обнимашки, потому что ты быстро бежишь ко мне. Так, а здесь что? Опять они заспавнились, они опять за своё. Ну, зомби вообще по-другому не умеют, я так понимаю. Давайте, давайте, подходите, я всё равно вас всех... А, нет, маленький зомби, я к этому не был готов. Уходим, уходим отсюда. Я не могу уйти. Нет, маленький зомби, маленький зомби меня преследует. Выходим. Фу, хорошо, что они меня подтолкнули, всё, они как будто хотели, чтобы я ушёл отсюда. Фу, ладно, ладно, я что-то переоценил свои возможности и идём искать озеро. К сожалению, тут что-то я не вижу нигде его по окрестности. Видимо, не судьба быть этой нашей базой, зато вот есть зыбучие пески. Привет, зыбучие пески, да. О, ещё одна шахта. Прикольно, здесь очень много шахт. И надеюсь, вот та руда, которая находится в этих шахтах, когда-нибудь нам пригодится. Потому что она не просто так там находится. Опа, и есть какой-то водоёмчик, но он очень маленький на самом деле. И вырасти здесь мы ничего особо не сможем. Хотя их здесь несколько. Можно их соединить, теоретически. Немного обследовав территорию, я понял, что делать здесь нам вообще нечего. И я вот, кстати, нашёл Роберта. Я вообще не понимаю, что это такое. Это как уже какая-то буква ЗЮ изогнутая. И у него, кстати, очень много сердечек, но осталось очень мало. Так что мы его, наверное, сможем замочить и посмотреть, что он из себя представляет. Он достаточно быстро, кстати, умер. Это очень удобно получилось. И из него ничего не выпало. Кроме опыта, который засосали какие-то зыбучие пески. Ладненько, давайте всё-таки попробуем убить тех самых зомби, которые находятся в том ущелье. Почему бы нет? Возможно, у меня это всё-таки получится. Не с первой попытки, не со второй, но с какой-нибудь-то получится. И поехали. Кстати, я доставлю здесь булаву, почему бы нет? И будет ли она эффективно лучше, чем меч? Да почему маленьких зомби-то так много? Ну, кстати, я их бью гораздо лучше, но они меня загнали в угол. Спасибо, блин. Вы что тут через угол торчите, подглядываете за мной? Ну-ка я тебе сейчас фингал поставлю. Не получается. Кстати, наверное, мне надо всё-таки приготовить супчика. Моего любимого грибного. Вернее, тушёных грибов. Да, это не супчик. Теперь у меня есть запас еды, и давайте попробуем всё-таки убить этих зомби. Ну, в смысле попробуем. По-любому их убьём сейчас. Дело лишь в том, что заспавнятся ещё следующие зомби. И что делать против них, ничего не понятно. И у меня есть идея, на самом деле. Я сейчас просто пойду и спавнер сломаю. Нет, не получается, ё-моё. Они всё равно заспавнились. Ладно, хоть маленьких зомби здесь нету. Уже гораздо уютнее. Ну, как уютнее? Я в ущелье с зомбями, не очень-то уютно, на самом деле. Да вы чё? Это вообще толпа когда-нибудь кончается? Вы чё, прикалываетесь? Они бесконечно там спавнятся, походу. Ай-яй-яй, вы чё делаете? Больно же её. Обалдеть. Ай-яй-яй, они просто не кончаются. И, как я и говорил, у меня есть идея. У меня же есть базука. У-у-у, это будет жёстко. Главное, чтобы вот эти зомби здесь, кстати, не мешались. А то будет обломно. Не, погодите, давайте я подальше отойду. Чё-то я не уверен в этой базуке, вообще, на самом деле. Вот с такого примерно расстояния мы её попробуем. Прицеливаемся. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Чё-то я плохо прицелился. Чё за прикол? О, ну сейчас я их точно уничтожу. Я прицелился, я ничего не вижу. Чё за приколы? Ладно, давайте, что ли, так попробуем. Так, погодите, погодите, погодите. А как так-то? А как их заряжать? Её как-то ещё нужно зарядить. У меня есть 12 бомб, но... И чё с ними делать? Ладно, я понял, что этих зомби мне не одолеть. Потому что мне сейчас вообще надо ещё спать. И ещё кровавая луна там на горизонте мне написали. Так что мы забираемся быстрее сюда. Вот так вот. И ставим кроваточку где-нибудь. Потому что кровавую луну ждать, я так понимаю, смысла нету. Да не особо хочется. Кроватка-то чё не... А, вот, кроватка поставил. Я не чувствую себя уставшим, чтобы спать. Вот прикол, конечно. А когда я себя почувствую уставшим? Никто не знает, да? Нет, серьёзно, это так и будет продолжаться? Я чё, почему я себя не чувствую уставшим-то? Чё мне надо-то? Кирпичи потаскать? Ну, спасибо. Мне вообще свет выключили. Супер. Ладно, я понимаю, этой ночью мы не спим. Просто тусим, слушаем зомби, как радио. Все, спокойной ночью. Я тут походил пару дней, может быть 4, может быть 5. Я чё-то не считал на самом деле. И я решил, что вот эта библиотека, скорее всего, станет моим домом. Конечно, полочки мы здесь уберём, сделаем всё очень красиво, всё очень круто. И вот эту щель в доме мы тоже заделаем. В принципе, несложно догадаться. Но помимо этого, здесь ещё неподалёку есть шахта. Вот, смотрите, какая прикольная. Ещё здесь есть какая-то руда, которую мы, кстати, наверное, можем добыть. Ну-ка, давайте попробуем, что нам здесь выпадет. И это у нас какая-то пыль. Не знаю, для чего она нам пригодится. Может быть, и не пригодится. Это мы посмотрим потом. Ну, естественно, сейчас уже наступает ночь, Поэтому давайте всё-таки заделаем эту дырку в доме, которая нам совсем не нужна. Вот таким вот образом. Ну, зомби, во всяком случае, уже не пройдут. Конечно, если они не зомби-пауки. Ну и ложимся спать, когда наступит ночь, конечно. Потому что ночь до сих пор не наступила, блин. Солнце меня разводит. Или луна. Кто там светит-то? А зомби-то уже идут. Посмотрите, как он хочет мои мозги. Страшный, блин. Буду спать. Итак, доброе утро. Этот зомби так и не дошёл. Он до сих пор идёт. Какой же ты медленный, блин. И у нас здесь есть сундучок. Мне кажется, из него стоит всё выкинуть. Потому что из этого нам вообще ничего не нужно. И сюда мы сложим все наши вещи, которыми мы не особо пользуемся. Базука, блин. Так и не пригодилась. Вот свалочка какая. Так, все вещи мы сложили. Кроватку поставим вот где-нибудь вот здесь вот. Ай, как-то она странно встала. Всё, серьёзно? Я буду возле ящиков спать по сочетству, что ли? Чё это за ящики вообще? Они не ломаются даже. Ладно, буду жить в библиотеке, как книжный червь, видимо. Так, зомби, ты как всё-таки ко мне пришёл. И попрощался с жизнью сразу. Зачем ты ко мне шёл? Так, какая-то табличка. Мы её ломаем, потому что всё-таки это наш дом. И назовём эту табличку поместье минерального. Потому что, ну, это логично, это ж моё. Ё-моё, ко мне какая-то девочка шурует. Ты чё, чё у тебя не спится? А, о, спит. О, кстати, здесь у нас трава выросла. Прикольно, мы же её можем вот так вот уничтожить, хотел сказать. А, нет, мы её реально можем уничтожить и добыть пшеницу. По-любому ведь выпадет пшеница. Что? О, здесь у нас спавнер был прям под мостом. Серьёзно? Как я его не заметил-то? Ладно, срочно нужно его сломать. Я-то думаю, откуда здесь эти всякие девочки ходят? Хотя ты вроде мальчик. Видимо, ещё какой-то спавнер я пропустил. Чего, блин? Мне выпала всего одна пшеница. Почему так долго? Почему так мало? Так, три пшеницы, замечательно. И с этой стороны мостика мы тоже сейчас подретушируемся. Ё-моё, зомби всё откуда-то идут. Откуда вы идёте? Я же говорю, где-то спавнер пропустил. Всего четыре семена пшеницы. Это прикол какой-то. Ладно, что мне, цветочки собирать, что ли? Ааа, мне выпали семена промышленной конопли. Ладненько, есть и есть эти семена. Сколько выпало, столько выпало. Я буду рыбачить. По-любому, в этой сборке что-нибудь прикольное выпадает в рыбалке. Ну, не только там рыба какая-нибудь. Хотя и рыба мне не помешает, потому что кушать охота, кушать надо. И как-то нужно это всё выращивать. Опа, и кушинка. Спасибо, блин. Сырая треска. Опа, уже какой-то улов есть. Замечательная, правда, очень долго на самом деле. Сырой лосось. И ещё сырая треска. Ладно. Я вспомнил то, что мне ещё нужно добыть камень, потому что у меня до сих пор нету печки. Давайте пока ещё не наступила ночь, сгоняем в шахту и добудем весь этот камень. Потому что у меня в инвентаре вообще ничего нету. Вот эту вот жёлтую штуку тоже добудем. Возможно, она когда-нибудь пригодится. Но мы её пока просто посадим в сундук. Что? Ч-ч-ч-чо? Я вскопал железную руду и здесь алмазная. Что? Ах, это здесь появилось-то. Это что, прикол какой-то? Это шутка? Реально один алмаз. Погодите, надо добыть его. Может, это не алмаз? Нет, это реально один алмаз. И ещё здесь сундук. А в сундуке... Что это такое? Люмиумный щит. То есть, серьёзно, в этом сундуке просто лежит какой-то щит? Ладно, заберу. И какая-то книжечка. Если я разбираюсь в английском, что маловероятно, здесь написано. Если ты, типа, нашёл это... То ты крутой. Китти. Какая-то Китти меня похвалила. Прикольно. Но как я это вообще нашёл? Какой был шанс, что я в огромной шахте просто вот так вот возьму и найду этот сундук? Обалдеть. Ладненько, давай что ли возьмём этот щит в руку. И выглядим мы на самом деле стильно. Посмотрите, как круто. Теперь у меня есть крутой щит. Ладненько, мы добыли себе камень на печку. И думаю, нам стоит возвращаться домой. Тем более, мы нашли офигенный щит. Я не знаю вообще, как же нам должно было повезти. Но ведь мы это мы. С этим тут не поспоришь. Ставим здесь один из наших двух верстаков. И давайте сделаем что ли себе печку. А можно даже целых две. И наконец закинем пожариться сырую баранину. Сколько она у нас лежала в инвентаре? Столько времени. Кошмар какой. Ну а здесь у нас будет жариться рыбка. И конечно же железка. Железка никогда лишним его отпускает там тусуется. Кстати, уже наступила ночь. Надо, наверное, поспать. Как отлично то, что зомби рядом никаких не было. И мы просто спокойно можем лечь и привести себя в превосходное состояние. Ну и пожалуй, на этом мы закончим данный ролик. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы не забыли подписаться на канал. Поставить лайк и, конечно же, нажать на колокольчик. Ну а с вами был, как обычно, Минеральный. И всем пока. И до следующих роликов. А точнее завтра. Не забывайте и приходите, если хотите. Всем пока.